Привет всем, с вами Александра и собачки. Сегодня мы погадаем, кто мне по судьбе идет навстречу, и по судьбе ли это, и какой урок я получу от этих отношений. Имейте в виду, что это для развлечения в основном, не берите близко к сердцу. Четыре варианта, используйте свою интуицию и начнем. Первое. Какой человек идет мне навстречу? Не очень приятный, обманщик, не любит радости, не любит спонтанности. Не может контролировать свой темперамент. Медленно действует или вообще не действует. По судьбе ли этот человек? Да, по судьбе. Вам придется получить определенный урок. В конце мы посмотрим, какой. Какие ждут отношения с ним? Вы будете всегда искать чего-то духовного и лучше. Какие интимные трудности могут быть? Ну, ужасные, очень сложные, просто невозможные. Вы таких еще никогда не испытывали трудностей в интимной жизни. Видите, противоречия. Что будет легко даваться? И здесь выпадает как раз-таки интимные отношения. Наверное, слишком много их, поэтому и трудности. В чем могут быть заключаться трудности в отношениях в общем? Ну, в том, что вы все время будете думать, а кто-то еще лучше, а кто-то еще лучше. Потому что этот человек явно не для вас. Как он будет относиться к родственникам и друзьям вашим? Ну, он будет их стесняться или он будет думать, что они вообще не достойны его внимания. Какими будут его друзья родные? Они будут... он будет их вообще скрывать. Вы не будете знать, кто его друзья и кто его родные. Чем закончатся отношения? Ну, у вас будет очень болезненные воспоминания об этих отношениях. За что мне было это? Какой урок я должна была получить? А урок очень простой. Что перед тем, как сделать свой выбор, нужно очень хорошо, внимательно подумать. Потому что если не выбрать правильно, то будет вот такое штормовое море. Видите, сзади этого человека. Вот такой урок. Перед тем, как выбрать и вступать в отношения, нужно очень хорошо все взвесить. Я желаю вам удачи тем, кто выбрал номер один. Какой партнер идет вам навстречу? Ну, такой великий манипулятор. По судьбе ли он или случайный? Я бы сказала, по случайной неожиданности. Какие отношения вас ждут с этим человеком? Ну, я бы сказала, фантастические. Это будет мастер седакшн. Седакшн. Мастер. Забыла по-русски. Окей, я пошла и посмотрела. Мастер седакшн, я сказала, он у вас будет такой маг необыкновенный. Или она, что она сможет вас обольщать всячески, как только можно, любыми путями, всегда, в любом месте. И теперь у нас вопрос. Какие интимные трудности могут быть? И здесь выпадает перевернутый суд. Ну, поскольку этот человек у вас будет великим манипулятором и обольстителем, то здесь у вас будет страх неизвестного все время в интимной жизни. Какие вещи будут легко даваться? Ну, вы будете просто влюблены, и вам будет вообще все равно, что вокруг вас происходит. Вам будет все легко казаться. Потому что, знаете, говорят, любовь зла, полюбишь. Вот, он так намагичил здесь, что у вас такая, получается, ситуация интересная. Влюбленности навсегда. Какие трудности у вас могут быть на пути? Ну, вы будете чувствовать всегда себя неуверенно. И я думаю, это будет его вина, этого человека. Он вас будет все время держать на коротком поводке, потому что он будет хотеть, чтобы чувствовали себя неуверенно. Как он будет относиться, как он будет относиться к вашим друзьям или родственникам? Ну, он будет все время вам советовать. С этим дружи, с этим не дружи. С этой дружи, с этим не дружи. Этот плохой, этот хороший. Какими будут его друзья и родные? Они будут инертными. Они будут, ну, почти несуществующими. Может быть, один или два на фотографии вы увидите, и все. Чем это все может закончиться? Эмоциональной нестабильностью или опустошенным сердцем. То есть он вытянет в вас всю энергию, которая, возможно, как маг, и вы будете чувствовать себя опустошенным. Какой урок судьба приготовила послав этого человека? Это вам научиться быть недоверчивой, не отдаваться людям, не отдавать все свои чувства первому попавшемуся, я бы так сказала, магу. Ну, вот так. Это те, кто выбрал второй номер. Такой урок судьба уготавливает. Какой человек идет вам навстречу? Ну, такой серьезный король мечей. Король мечей или королева. Ну, король. Король – это высший пилотаж. Король мечей – это человек интеллектуальный, очень знающий, что он хочет, и такой разборчивый. Все время он будет выбирать. Он для себя делает всегда очень хороший выбор. Ну, такой высокий интеллектуал. По судьбе ли это встреча? Я бы сказала, поскольку это малая аркана, я бы сказала, что нет, это не по судьбе, но вы можете его сделать своей судьбой сами. Какие вас ждут отношения? Ну, такие духовно бедные и материально бедные. Трудно вам будет с этим человеком, но он, может быть, какой-то потерянный был, а вы его стараетесь спасти. Возможно, интимные трудности будут заключаться в том, что интима будет много. Какие вещи будут легко даваться? Ну, вы будете этого человека видеть насквозь, каждый его шаг. Он вам никогда не сможет ни обмануть вас, ни обхитрить, ни кого-то завести третьего. Вы будете все видеть. Ну, видите, трудности, какие в отношениях могут быть? Ну, этот человек может быть просто такой, как непобедитель, такой побежденный все время. Как вот вы его жалеете? Вы думаете, что он станет когда-то сильным? Нет, он будет все время слабым. Как он будет относиться к вашим друзьям и вашей семье? Ну, он будет от них стараться прятаться, потому что он будет чувствовать некомфортно с ними. Может быть, у него нечего, нет духовной ценности внутри, чтобы им можно было показать. Он будет бояться этого. Какие будут его друзья и родные? Ну, они будут очень такие осуждающие. То есть они будут всегда стоять за правду, за правильные отношения. Если вы вместе, они будут считать, что нет, нужно обязательно разводиться или сводиться по закону. Вы не можете просто так существовать. То есть вам будет трудно в этих кругах находиться. Чем все это закончится? Ну, вы окончательно примете какое-то решение, потому что этот человек интеллектуал. Вы будете с этим человеком на одной интеллектуальной волне. То, что вы решите вдвоем, то вы и будете делать. Что вы получите в конце или урок, тут похоже, что вы, возможно, даже и свяжете свою жизнь с этим человеком. Хотя бы он не был вам по судьбе, но вы можете так это сделать, что он будет вам по судьбе. Видите здесь, какая приятная картина? Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Какой человек идет вам навстречу? Ну, это, наверное, человек из вашего прошлого. Он как бы немножко, может быть, от вас ушел, а теперь назад возвращается какой-то. По судьбе ли он вам или случайный? С одной стороны, как бы воля случая, а с другой стороны, точно по судьбе. Потому что он всегда себя бросает к вам в руки почему-то, по какой-то причине. Ни один из вас этого не знает. Какие вас ждут отношения с этим человеком? Может быть, на расстоянии даже, но точно совершенно, что это человек вашей мечты. Какие интимные трудности у вас могут быть? Никаких. Это плодородная женщина-мать, у которой никаких никогда не бывает интимных трудностей. Она другим даже помогает их преодолеть. Если у него будут какие-то трудности, то вы успешно их преодолеете. Какие вещи будут вам легко даваться? Ну, вы будете совершенно нематериальны. Ваши отношения будут построены абсолютно на полном взаимопонимании и любви. Ни в коей мере не на материальных условиях. Что может быть трудным в отношениях? Ну, это может быть ваша работа или материальное положение. Его, может быть, всегда будете должны балансировать и считать аккуратно деньги свои. Как он будет относиться к моим друзьям и семье, как к тяжелой работе, которую он будет с радостью нести и никогда не бросит. Какими будут его друзья или родные? Ну, они будут, наверное, с какими-то ранами. Все время будут их зализывать. Чем все это может закончиться? А может закончиться тем, что вы расстанетесь на почве денег и материальных условий трудных. Какой урок судьба приготовила для вас в этих отношениях? Здесь урок такой, что не все проекты, за которые вы беретесь, успешны, включая людские. Если вы верите, что вы можете кого-то спасти и изменить, это не всегда так бывает. Вот так. С вами была Александра. Пока-пока.